Леди и джентльмены, официально хочу поздравить вас с полноценным релизом версии 1.20.3. Это всё ещё обновление под названием Тропы и сказки. Надеюсь, оно последнее. И дальше нас ждёт только 1.21. Сегодня же я расскажу вам про все нововведения и изменения, которые произошли в этой версии. Подписывайтесь, ставьте лайки, а мы погнали! Одно из самых важных и интересных улучшений касается узорчатой вазы. Она потерпела значительных изменений и, что главное, в лучшую сторону. Первым делом, теперь этот блок можно найти во вкладке с функциональными блоками. А ещё и во вкладке с редстоун механики. Скоро поймёте почему. Затем, не знаю для чего, но разработчики добавили возможность собирать их в стак. То есть теперь в одном слоте мы можем содержать сразу 64 узорчатые вазы. У неё появились красивые и уникальные звуки. Прошу, послушайте сами. Теперь мы запросто можем разрушить любую узорчатую вазу снарядами. На выбор Вы можете использовать стрелу и лук, стрелу и арбалет, фейерверк и арбалет, снежок и трезубец. Попав снарядом в вазу, она разобьётся на детали из которых была создана, а всё содержимое вывалится наружу. Раньше в узорчатых вазах нельзя было ничего хранить. Разработчики поняли, что совершили ужасную глупость и исправили это недоразумение. Теперь каждый игрок может хранить там целый стак одного предмета. Это может быть что угодно, но стак должен соответствовать предмету. Условно эндер-жемчуг складывается в стак по 16 единиц. Больше этого значения мы засунуть туда не можем. То же самое касается не стакающихся предметов. Кирки, мечи, топоры и так далее. Это ещё не всё. Теперь воронки, вагонетки с воронками, а также выбрасыватели могут полностью взаимодействовать с узорчатыми вазами. Вы спокойно можете извлекать или поставлять предметы и блоки при помощи вышеупомянутых блоков. Компараторы будут считывать количество предметов или блоков, которые находятся в вазах. Это отличные изменения, которые только пойдут на пользу каждому игроку. Ведь при помощи узорчатых ваз можно создать тонну мини-игр. Скорее всего Вы это не заметили, но изменения коснулись даже травы. Нет, им не изменили текстуры или добавили особую механику. Всё намного проще, и им изменили название. Теперь вместо травы, мы имеем низкую траву. Это к слову очень даже логично, учитывая, что у нас есть высокая трава. Рассадник монстров теперь будет визуализировать свои внутренние стороны. Дело в том, что раньше, влетев в этот блок, мы его попросту не видели. Он исчезал. Если влететь в него сейчас, то мы видим каждую из его сторон. Теперь любые стрелы будут содержать особый тег, в котором будет записываться их имя. То есть назвав стрелу определенным именем, затем выстрелив ею при помощи лука или арбалета, она не утратит своё имя, как это было в предыдущих версиях. Наконец-то это свершилось, и Эндер Жемчуг получил свой уникальный звук. Теперь выбросив жемчуг, при телепортации Вы будете слышать приятный звук. Послушайте сами. Это всё те же звуки телепортации эндерманов, но теперь в нашем с Вами исполнении. О! А что это у вас на носу? Вы думаете это сопля? Нет, это мой телеграм-канал! Отсканируйте этот QR-код или перейдите по ссылке в описании, чтобы начать его отслеживать, там много интересных новостей. Есть отличные изменения, которые касаются щита. Да, многие игроки видят в этом своеобразный намёк на боевое изменение в Майнкрафте. Мне тоже хочется в это верить, посмотрим что будет в итоге. В целом, теперь когда мы защищаемся при помощи своего щита, то в режиме от третьего лица, щит будет следовать за нашим взглядом. Куда мы посмотрим, туда будет установлен щит. Это видят даже другие игроки со стороны. Но самое важное то, что это не просто визуальные изменения, а ещё и геймплейные. Ведь куда мы посмотрим, с той стороны мы будем защищены от урона. Это очень удобно. Надеюсь, что разработчики дальше будут идти в этом направлении. Летучие мыши всегда были атрибутом испугов игроков Майнкрафта. Копаешься себе в шахтах, тишина, спокойствие и тут БАЦ! Слышишь этот писк, перед лицом пролетает нечто тёмное. После такого, откуда-то появлялись кирпичи, понятия не имею откуда. Так вот, модель и текстура летучей мыши, мягко говоря, была слишком упрощённой. Она уже была устаревшей и неинтересной. Поэтому её решили переделать. Что, как по мне, отличное решение. Летучая мышь стала выглядеть очень красиво и мило. Да и в целом, не так пугающей, как это было раньше. Анимация полёта тоже изменилась, стала более плавной. Моё почтение. Я не понимаю, почему это не сделали раньше, но теперь ваш реалмс сервер будет доступен даже на нестабильных версиях, таких как снэпшоты, пререлизы, а также кандидаты на релиз. Каждый игрок, у которого есть активная подписка, будет иметь возможность создать себе отдельный сервер на этих версиях. Это сделано для того, чтобы предотвратить проблемы с вашим главным миром. Но есть проблема, экспериментальные нововведения будут доступны на только что созданных мирах. В старых мирах опции включения не будет. Если вам вдруг надоели сплэши в Майнкрафте, это вот те надписи, которые в главном меню мигают возле логотипа, то их теперь можно отключить. Делается всё это в разделе специальных возможностей, после чего при последующих запусках, вы не увидите этот прекрасный жёлтый текст. Я давно этого ждал, и наконец-то я дождался! Теперь лодки, вагонетки и грузовые лодки будут отображать своё персонализированное имя. Конечно же после того, как игрок его выберет в наковальне. Даже больше скажу, после того, как вы разрушите лодку или наковальню, имя никуда не пропадёт. В грузовой лодке это имя будет даже отображаться в сундуке. Очень удобно. Отдельное спасибо разработчикам. Мы продолжаем нашу эпопею с названиями, теперь все стрелы с кастомными именами будут отображаться в чате при гибели игрока. То есть, умерев от определенной стрелы, в чате будет написано то имя, которое выбрал игрок. С этим можно легко придумать разные испытания. Всё-таки разработчики пытаются закручивать гайки. Это не сильно хорошо. Я имею ввиду, что теперь при крафте часов или компаса, их анимации не будут воспроизводиться до момента полноценного создания предмета. Раньше мы могли создать компас, но не забирать его из сетки крафта. При этом он был полностью функционален и показывал направление к нашему спавну. То же самое было и с часами. Они показывали время. Халява закончилась. Теперь давайте поговорим про игровые правила, которые были добавлены в этом обновлении. Они тоже очень полезны как по мне. Первая Projectiles Can Break Blocks. Она отвечает за то, смогут ли снаряды разрушать определенные блоки. То есть условно сможет ли снежок, стрела, трезубец или даже фейерверк сломать цветок хоруса. Капельник и даже узорчатую вазу. По умолчанию она включена. То есть любой снаряд может сломать вышеупомянутые блоки. Затем Player Nether Portal Default Delay. Она отвечает за время, которое понадобится игроку в режиме выживания для телепортации в Незер. Время конечно же измеряется в тиках. Оно начинает считаться, после того как игрок встал в портал. По умолчанию значение установлено на 80 тиков. Его можно уменьшить или увеличить. Следующее Player's Nether Portal Creative Delay. Похоже на предыдущую, она работает по такому же принципу, только отвечает за игрока в творческом режиме игры. По умолчанию значение установлено на один тик. То есть телепортация проходит мгновенно. Теперь давайте я расскажу про одну крышесносную команду под названием Слэш Тик. При помощи этой команды можем полноценно контролировать тикрейт игры. Да, я знаю, что у нас есть игровое правило Слэш Гейм Рул Рэндом Тик Спид. Оно чем-то похоже по своему функционалу, но всё равно немного не так работает. Ведь оно отвечает за случайные такты моноблока, например рост растений. А вот Слэш Тик, это не игровое правило, а полноценная команда. Сейчас расскажу поподробнее. При помощи Слэш Тик Куэри мы можем узнать текущую скорость тиков с информацией о производительности. Слэш Тик Рейт и Значение устанавливает пользовательскую целевую частоту тиков на указанные значения. Значение должно быть больше одного и меньше десяти тысяч. По умолчанию установлено значение, которое равно двадцати единицам. Слэш Тик Приз замораживает все элементы игрового процесса, за исключением игроков и всех объектов, на которых игрок передвигается. Слэш Тик Степ Время. Размораживает тики, выполняет указанное количество тиков и снова замораживает. Доступно только в том случае, если тики заморожены. Слэш Тик Степ Стоп. Останавливает текущий, установленный шаг процесса заморозки времени. Слэш Тик Анфриз. Грубо говоря, размораживает игру и возобновляет все элементы игрового процесса. Слэш Тик Спринт Время. Запускает игру с игнорированием заданной скорости тиков, то есть игра будет работать максимально быстро, но только на указанное количество тиков. По окончании спринта игра вернется к предыдущему целевому тику и отобразит информацию о времени выполнения тиков во время этого теста. Это особенно полезно для тестирования элементов игрового процесса, зависящих от времени, таких как механизм из редстоуна или поведение мобов в изолированных средах, который позволяет проводить симуляцию гораздо быстрее. Слэш Тик Спринт Стоп. Останавливает текущий спринт тиков и возобновляет предыдущие значения. На этом все изменения, которые касаются 1.20.3, закончились, и остались только экспериментальные нововведения. Если кто вдруг не знает это функции и обновления, которые не становятся частью этого обновления, они предназначены только для тестирования. Но вы все равно можете включить все при создании нового мира и играть с ними. Первым делом появился новый блок. Резной медный блок. У него 8 вариантов, 4 с разной степенью окисления, а также вощеный вариант. Можно создать верстаки и камнерези, но во втором будет дешевле. Медная лампочка. Новый блок, который издает свет, но количество света зависит от степени окисления блока. Чем выше степень окисления, тем ниже уровень освещения. Создать медную лампочку можно при помощи 3 блоков меди, 1 стержня и фрита, а также 1 единицы редстоун пыли. Включают или выключают свой свет только при получении редстоун импульса. Их состояние не изменится, если редстоун источник будет удален. Когда медная лампочка светится, компаратор считывает редстоун сигнал мощностью в 15 единиц. Этот блок не проводит сквозь себя редстоун сигнал. Медные двери и медный люк. Точно также имеют 8 разных вариантов. Работают они идентичны, как и деревянные двери. На них действует редстоун, и что главное, рецепт точно такой же, как и у других дверей. Только в этот раз нужно использовать медные блоки. Медная решетка. Новый уникальный блок в семействе меди. Его можно создать в камнерезе, а также в обычном верстаке. Камнерез будет выгодней, так как использует всего один блок меди. Это прозрачный блок, который полностью пропускает свет, но он не пропустит сквозь себя редстоун сигнал. Ну и вишенкой на торте будет то, что он предотвращает появление монстров. Вы даже не сможете удушить мобов, чьи головы застряли в этих блоках. Это попросту невозможно. Это полностью обтекаемый блок, и он чем-то напоминает мангровые корни. Ведь в нем можно хранить воду. Туф. В прошлом один из самых обделенных блоков, наконец-то обзавелся своей собственной семьей. У него появились такие варианты. Ступеньки, плита, стена, резной туф, полированный туф, из которого можно создать ступеньки, плиту и стену. Также появились кирпичи, из которых тоже можно создать ступеньки, плиты, стену и даже резной туфовый кирпич. Создать эти блоки можно при помощи верстака, а также камнереза. Конечно же нельзя не упомянуть сборщик. Это вариант обычного верстака, который можно создать при помощи пяти слитков железа, верстака, двух единиц редстоун пыли и выбрасывателя. Этот блок предназначается для автоматического создания блоков и предметов. Интерфейс сборщика приближён к верстаку. Но есть отличия, в нём нельзя создавать всё самому. В него должны поступать различные предметы и блоки, а также подаваться редстоун сигнал. Только в этом случае вы сможете воссоздать нужный рецепт. Все слоты в графическом интерфейсе сборщика переключаемые, вы можете заблокировать ненужные вам слоты, чтобы в них не поступали блоки или предметы. Более детально про него можно узнать в обзоре снэффшота 23w42a. В недавних снэффшотах также появилась новая разновидность рассадника монстров, а именно спавнер испытаний. Он отличается от обычного спавнера своей механикой. Дело в том, что он призывает нужное количество мобов для определённого количества игроков. После уничтожения всех мобов, этот спавнер генерирует случайную награду. На данном этапе разработки награды только условные и будут изменены уже в ближайших снэффшотах. После того, как спавнер выдал вам награду, он уйдёт на перезарядку. Это займёт 30 минут реального времени. Во время перезарядки спавнер не будет призывать монстров, а также он будет испускать тёмные частицы дыма. Спавнер нельзя получить в режиме выживания, даже сломав киркой на шёлковое касание. Разрушить его, конечно же можно, но понадобится примерно 250 секунд. В итоге вы ничего не получите. Во дворце испытаний вас будет ждать новый моб Бриз. Этот коварный моб также появляется из спавнеров испытаний. У него 15 сердечек жизни, по нему нельзя попасть стрелой или трезубцем, но вот снежком запросто. Но думаю, что это баг. Бриз прыгает из места на место и выпускает в игрока потоки воздуха. Они наносят небольшой урон и подбрасывают игрока вверх, тем самым нанося дополнительный урон. Потоки воздуха могут создать редстоун сигнал, тем самым активировав ловушки во дворце испытаний. Пока что после гибели он не оставляет дроп. Также появилась новая процедурно генерируемая структура Дворец Испытаний. Он генерируется только в верхнем мире, где-то на уровнях от минус 40 до минус 20 по Y. В этой структуре можно найти множество спавнеров испытаний, сундуков с наградами, а также медные блоки. Более детально я рассказал про эту структуру в отдельном видео. Ссылка в описании, советую посмотреть. Чуть не забыл, нам добавили ещё ключ испытаний. Пока что его можно получить из сундуков во дворце, а также спавнер испытаний даёт его в качестве награды. На данном этапе у него нет функционала, он должен появиться в новых снапшотах. Пока я создавал это видео, разработчики уже успели выпустить кандидат на релиз 1.20.4. Там ничего нового не добавили, лишь исправили один критический баг. Дело в том, что если поместить в узорчатую вазу какие-либо предметы или блоки, а потом переизойти в мир, то после разрушения узорчатой вазы, ваши предметы исчезнут. Этот баг исправили, можете спать спокойно. Разработка версии 1.21 уже началась. На багтрекер уже появились новые исправления, поэтому ждём первый снапшот до этой версии. Скорее всего разработка обновления Тропы и сказки официально завершена. Поздравляю всех! Подписывайтесь, жмите кнопку лайка, не забывайте про колокольчик, а также вступайте в телеграм-канал. Смотрите вот эти видео, ещё услышимся!